Меня зовут Оксана, я врач-косметолог-дерматолог, специалист по инъекционным и аппаратным методикам и немножечко блогер. Сегодня мы поговорим с вами на такую актуальную тему, я думаю, в этот период времени, как осенний-зимний уход за кожей. Активы, какие же нужно активы вводить, какие нужно баночки убрать, какие баночки наоборот ввести в уход. Что же случается в этот период с нашей кожей, обо всем поговорим, все расскажу. Итак, начнем. Осенью и зимой мы подаемся разного рода погодным изменениям, какие это дождь, снег, холодный воздух, морозный воздух. Естественно, наша кожа в этот период времени истончается, появляется сухость, шелушение, раздражение, кожа теряет влагу. И поэтому в данный период времени нам нужно больше ее начать увлажнять, питать и защищать. Это касается любого типа кожи, хоть жирной, хоть комбинированной, но, естественно, сухая кожа. Про типы кожи я вам тоже сегодня немножечко расскажу. Вкратце, я думаю, многие знают, какие типы кожи у нас существуют. Если не знаете, я вам расскажу. Существует 4 основных типа кожи. Это жирная, комбинированная, нормальная и сухая кожа. Также существует состояние кожи обезвоженное и чувствительное. То есть, любой тип кожи может быть либо обезвоженной, либо чувствительной. Например, приведу пример. Жирная кожа, жирный блеск по всей поверхности кожи. Такая расширенная пора, сальная нить. И вот у вас, в принципе, все было хорошо. И вот наступили холода, и ваша кожа стала сушиться, стали появляться шелушения. Вы не понимаете, что случилось. Случилось то, что, возможно, вы не поменяли уход, перейдя на осенний-зимний период. Не добавили какие-то более увлажняющие, восстанавливающие средства. Ваша кожа потеряла влагу, и, естественно, это все привело к ее обезвоженности. Поэтому, как я уже сказала, любая кожа в этот период нуждается и в увлажнении, и в питании, и в защите. И вот сейчас мы поговорим про типы кожи. Немножко расскажу. Жирная кожа. Все знаем, что жирная кожа, это когда сальный блеск по всей поверхности кожи. Расширенные поры, сальные нити, бывают воспаления, черные точки. Такая она серовато-грязная, серого цвета. Ну вот, в принципе, и все. Комбинированная кожа, это кожа, где жирный блеск у нас в Т-зоне. Это лоб, нос, подбородок. Ну, еще, кстати, на щетках бывает жирный блеск. А остальные области, боковые поверхности, в основном, либо нормальные, либо сухие. И дальше расскажу про активы, про средства, которые для данных типов кожи необходимы. Я не говорю сейчас про осень-зиму, я просто говорю про любой период времени для данных типов кожи. Конечно же, это АХ-кислоты, альфа-гидроксикислоты или фруктовые кислоты, миндальные, молочные, злоиновые, гликолевые, яблочные, винные, лимонные кислоты. Конечно же, это бета-гидроксикислоты, АХ-кислоты ярким представителем является салициловая кислота, которая замечательно отшелушивает роговой слой, замечательно снимает воспаление, выравнивает тон, осветляет сальные нити. Прекрасный компонент, я обожаю. Конечно же, ретинол, я вам про него сегодня тоже немножко расскажу, и несколько лайфхаков по его применению. Ну, восстанавливающие, увлажняющие компоненты, гиалуроновая кислота, церамиды, про- и пребиотики, сквалан, пантенол, витамины и, естественно, масла. Не бойтесь, для жирной кожи масел, потому что многие смотрят сустав, и там масло авокадо или масло шиви, ой, нет, я не буду брать это средство, у меня жирная кожа. На самом деле есть таблица комедогенности масел, есть комедогенные, ну, там разделяется низкая, высокая, средняя комедогенность. И к вот самым комедогенным маслам относятся кокосовое и, по-моему, масло зародышей пшеницы. А кокосовое? Ну, по-моему, трешка, но все равно, вот, многие валятся. Ну вот, поэтому не бойтесь масел и берите для жирной комбинированной кожи. Сухой и нормальный тип кожи? Ну, сухая, все понимаем, сушится по всей поверхности кожи. Она тонкая, появляются раны, мелкие морщинки, просвечиваются сосуды. Конечно, она может быть чувствительной, то есть реагировать на различные роды раздражители. Может краснеть, может шелушиться. Нормальная кожа? Она нормальная, эластичная, ровная, матовая. Да, там бывают какие-то расширенные поры, сальный ныть, но не так много, как, например, при жирном либо комбинированном типе кожи. И, конечно, для данных типов тут главными помощниками выступает гиалуроновая кислота, потому что она является увлажнителем. Молочная кислота, которая является не только увлажнителем, но и мягким отшелушивателем. Такая она интересная, мягкая, но в то же время и увлажняет, и отшелушивает кожу. Кстати, к нормальной коже, для нормальной, вернее, кожи, можно также использовать и фруктовые кислоты. Она такая пограничная, и не туда ее не отнесешь, и не сюда. Поэтому можно использовать и фруктовые кислоты тоже. Ну, естественно, увлажняющие компоненты. Сорбитол, мочевина, церамида, пантенол и восстанавливающие и успокаивающие компоненты. И обязательно для такого типа кожи я рекомендую про и пребиотики. Это замечательные компоненты, лизаты, бактерии, которые не только восстанавливают и успокаивают кожу, но они еще защищают и удерживают влагу. Вообще, обожаю эти компоненты. Запомним. Про безвоженную и чувствительную кожу тоже немножко расскажу. Вернее, я уже рассказала, что этими состояниями может обладать любой тип кожи. Ну, а сначала мы восстанавливаем кожу, то есть убираем данное состояние обезвоженность, либо чувствительность, а потом работаем с типом кожи. То есть, например, у нас жирная кожа, обезвоженная. Мы убираем обезвоженность, восстанавливаем ее уходом. Например, как на данном слайде представлены, мой самый обожаемый, любимый крем с NMF-фактором, с Нуф-фактором, с натуральным увлажняющим фактором. Он прекрасно восстанавливает и подходит для любого типа кожи. У него легкая текстура, но в то же время он классно питает. То есть, мы убрали обезвоженность, все, восстановили кожу, и потом уже работаем с жирным типом кожи. То есть, добавляем кислоты, добавляем ретинол, но на время восстановления от кислоты ретинола лучше отказаться, потому что, естественно, она будет больше еще раздражаться, будет больше шелушений, покраснений, и непонятно у нас будет, что мы делаем, восстанавливаем или лечим. Поэтому сначала восстанавливаем, потом лечим. Дальше рассказываю про такие средства, вернее, компоненты, которые подходят для восстановления любого типа кожи, но больше для сухой, чувствительной, обезвоженной, естественно, про что мы сегодня и говорим. А эмаленты, это, от латинского смягчать, естественно, это вообще замечательные ингредиенты, которые не только смягчают, увлажняют кожу, но восстанавливают гидролипидный барьер кожи и укрепляют его естественную защитную функцию. Естественно, они притягивают влагу в кожу, запечатывают эту влагу в кожу и не дают ей испариться. Они как будто бы создают такую пленочку на поверхности кожи, когда мы там выходим на улицу. Но нет, эмаленты лучше использовать в вечернее время, чтобы как раз восстанавливать и успокаивать кожу и смягчать. Вообще эмаленты можно использовать любому возрасту, начиная с нуля лет. Эмаленты, особенно для младенцев, очень показаны и применяются у нас в практике у дерматологов. Так, какие это вещества? Гиалуроновая кислота, масла, триглицериды, аминокислоты, пантенол, витамин Е, мочевина. Еще используют силикончики и за этим, забыла, как называется, глицерин. Глицерин? Нет, здесь глицерин. Эмаленты запомнили, что мы ими восстанавливаем кожу в вечерний период времени, от нуля лет, любому типу. Дальше, колд-кремы. Мы про них на самом деле забываем, может быть многие не знают. Сегодня расскажу про колд-кремы. Вообще замечательный крем, который как раз и защищает нашу кожу от агрессивных климатических факторов. Смягчает раздраженную кожу. И эти кремы, колд-кремы, необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. То есть мы можем умыться, нанести тоник, нанести SPF-защиту, естественно. Вернее, сначала наносим колд-крем, а потом SPF-защиту сверху. Вот. Ну и смотрите, какие компоненты входят в колд-крем. Силиконы, воск, да, такие активные, жирненькие. Не бойтесь силиконов, а то везде написано, что это враги. Силиконы никогда не используйте. Они навредят вашей коже на самом деле. Нет. Конечно, если ваш крем полностью состоит из силиконов, это не есть хорошо. А если там несколько силиконов, это нормально. Они создают пленку на поверхности кожи, таким образом защищая вашу кожу от агрессивных воздействий окружающей среды. Но самое главное, что не только одними кремами нам нужно восстанавливать и защищать нашу кожу. Естественно, здесь нужен комплексный подход. То есть, это деликатное очищение. Особенно для сухой кожи, для кожи обезвоженной, чувствительной. Мы деликатно очищаем. Вот на слайде представлено очень классное средство. Это пенки. Я обожаю с витамином С. Я для своей, для жирной, ну для комбинированной кожи, ее использую в утреннем уходе. Она мягко очищает. С алоэ веры можно использовать как раз для сухой кожи. Естественно, дальше у нас мягкая тонизация. Тониками все пренебрегают почему-то. Не видят, наверное, в них смысла. Но я обожаю тоники. Я обожаю... Они хорошо восстанавливают, увлажняют и смягчают кожу. Поэтому один тоник на утро-вечер прекрасно будет восстанавливать и помогать вам в восстановлении кожи. Дальше это сыворотки. Моя любимая пробиоскин сыворотка с прей-пробиотиками. Запомните ее, пожалуйста. Возьмите, она подойдет вам. Не пожалеете вообще. Это замечательная восстанавливающая сыворотка для любого типа кожи. И сыворотка 3D-увлажнения, там гиалуроновая кислота тоже хорошо увлажняет кожу. И на зимний период тоже будет замечательная. Про кремы я вам сказала уже с Нуф-фактором. И 3D тоже, по-моему, 3D-увлажнение. А, нет, ночной восстанавливающий крем. И, конечно же, необходимо защищать нашу кожу и шарфами, и шапками, и перчатками. Волосы тоже нужно защищать осенью и зимой. Мы их убираем под шапку. Ну и переходим к активам. Естественно, осень и зима мы все вводим активно кислоты. Мы все вводим пилинги. Особенно это касается жидной комбинированной кожи, нормальной кожи. Сухая тоже кожа, для нее тоже есть пилинг. Кстати, вот этот пилинг подходит для любого типа кожи, потому что здесь мягкие кислоты, миндальная, молочная и фируловая кислота. Этот пилинг для любого типа. Для жирной можно подольше подержать, для сухой нормальной можно чуть поменьше время экспозиции. И сейчас вам расскажу, какие же кислоты, какие же пилинги можно применять для данных типов кожи. Для жирной комбинированной у нас миндальной, азолоиновой, молочной, гликолевой, солициловый пилинг. Либо их комбинирование, то есть мультикислотный пилинг, когда в один пилинг входит несколько кислот. Это вообще универсальные пилинги, которые не только там с одной кислотой, там одна кислота, если входит в состав, она делает что-то одно, например, осветляет. Если, например, золоиновая и солициловая кислота, то там уже и противовоспалительный хороший эффект, и выравнивающий тон, и осветляющий. Короче, с мультикислотной пилинги прям must-have. Ну и в основном используется мультикислотная, особенно в домашних пилингах, в домашних уходах используются мультикислоты. Это у нас, у косметологов, мы можем использовать какой-то конкретный, салициловый, там миндальный, азолоиновый, потому что там идет высокий процент, низкий ПАЖ. Естественно, это на кожу оказывает более агрессивное воздействие, и, естественно, больше нашеушится, и хороший такой эффект. Поэтому их лучше делать у косметолога. Для сухой и нормальной кожи выбираем молочную, миндальную, азолоиновую кислоту, либо комбинированную. Но для нормальной кожи я бы тоже посоветовала еще и те кислоты, и азолоиновую, и салициловую можно тоже использовать. Вот. Все сфоткали? Ну, естественно, как я уже сказала, все эти кислоты мы используем не только в пилингах, но и в средствах для ухода, для ежедневного ухода. Например, здесь больше, конечно, для жирной комбинированной кожи, но вот освежающий тоник с АХ кислотами и две сыворотки. 100 пак на сыворотку я очень тоже люблю. Там азологлицин 10%, прекрасный компонент, производная азолоиновой кислоты. И сыворотка альфадерм, там несколько кислот фруктовых. Такой, например, такая комбинация, тоник и любая из этих сывороток для жирной комбинированной кожи в зимний период, в осенний период, замечательно подходит. Дальше, какой компонент? Какой компонент мы можем еще ввести? Витамин С. Я вообще обожаю этот компонент. Я его использую и круглый год. Просто и летом, и зимой, и весной. Он оказывает замечательное действие на кожу. И выравнивает тон, и придает сияние, и мягко отшелушивает. И оказывает, самое главное, антиоксидантное действие. Осветляет. Ну, замечательный компонент. Приглядитесь обязательно к нему. Потому что у Гельтек есть классное средство с этим компонентом. Как я вам уже говорила про очищающую пенку. Я вам про нее сказала. И две сыворотки. Сыворотка с витамином С. Замечательная у меня тоже она была. Я ее использовала летом. Все хорошо. И сыворотка Витаматрикс. Там не только витамин С, но еще дополнительные компоненты. Тоже прекрасные. Можно для любого типа кожи. И вот мы переходим к ретинолу. К моему любимому тоже компоненту. Мне кажется, я каждый раз говорю, это мой любимый, это мой любимый. На самом деле ретинол я использую и рекомендую использовать в зимний период времени. Ну, осенний, зимний. Вот как наступает холода, как солнышко нас покидает. Это октябрь, ноябрь и до марта точно его можно использовать. Сверху вы видите схему преобразования ретинола до ретиноевой кислоты. Ретиноевая кислота как раз работает у нас на коже. И когда мы наносим ретинол, она преобразуется до ретиноевой кислоты. Ретинил-пальметат. Это такая самая мягкая форма. Просто витаминчик. Если вы увидите в средстве ретинил-пальметат, ну, я не советую его брать, потому что вы не поймете эффект. На баночке написано ретинол. На состав мы открываем там ретинил-пальметат. Ну, он супер мягкий. Дальше идет ретинол. Вот ретинол как раз в большинстве случаев используется в средствах, в уходовых средствах. Ретинил-альдегид в меньшей степени используется в уходовых средствах, но тоже я в каких-то встречала. Ретиноевая кислота не встречается, потому что ее нельзя использовать в уходовых средствах. Она используется только в кабинете у косметолога. Желтый ретинол выпилинг, наверное, все знают, все видели. Некоторые косметологи здесь его делают. Вот. Схема введения. Немножко эту схему я преобразила, преобразовала для своих пациентов, которым я назначаю ретинол. Мы начинаем всегда с небольшой концентрации. Даже если у вас кожа такая матерая, все пережила и перепробовала, все равно начните с небольшой концентрации. Потому что, скажу по себе, по своему опыту, даже я со своей кожей уже такой прожженной, так сказать, все равно высокий процент вызвал у меня раздражение, хоть я вводила постепенно. Наносим мы всегда тонким-тонким слоем, избегая области вокруг глаз. И советую первое время избегать области носогубного треугольника, потому что он тоже такой более реактивный и тоже может раздражаться. Наносим только в вечернем уходе. И, конечно, в этот период, в одну рутину мы не наносим кислоты. То есть вечером мы нанесли ретинол и с ним мы не наносим никакие кислоты. Мы мягко умылись, мы протерли кожу тоником увлажняющим, мы нанесли ретинол и сверху мы закрыли кремом. Через минут 20-30 мы наносим крем, обычный увлажняющий, без кислот. А утром вы можете наносить кислоты любые, но, естественно, мы не наносим ретинол утром. И как мы вводим? Вводим постепенно, чтобы кожа у нас привыкла, чтобы сальная железа адаптировалась к новому компоненту. Потому что ретинол такой вредный, он вызывает и раздражение, и покраснение, и шелушение на коже. Поэтому вот схема первая неделя три раза в неделю, вторая четыре. И так мы каждую неделю прибавляем по одному дню. Но если все-таки у вас кожа раздражается, вы ввели ретинол на каждый день. Если у вас кожа вдруг раздражается даже после такой схемы, то сокращайте нанесение. То есть наносите через день. Если кожа так комфортна, наносите через день. Если кожа комфортна через два дня, наносите через два дня ретинол. Значит, ей так нравится, значит, ей так комфортно, ничего страшного. И не забываем, конечно, наносить SPF, так как ретинол повышает фоточувствительность кожи к солнышку. И вместо ровного сияющего тона мы, наоборот, можем получить пигментацию. И, конечно же, повышаем процент ретинола после того, как кожа привыкла. Через два месяца, можно через месяц. Ну, смотрите по своей коже. Я советую все-таки через два. Ну, либо закончим одну баночку. Например, вот у гильтек ретинол 0,25%. Мы закончили одну баночку и взяли баночку с 0,5%. Я сразу взяла 0,5%. И скажу, что это было моей ошибкой. То, что лучше бы я начала с 0,25%. Ну, кожа, конечно, раздражалась. Покраснели области вокруг глаз. Но, в принципе, потом сократила нанесение. И все было нормально. Следующий раздел, так сказать. Мы вводим в уход дополнительное очищение. Это энзимные пилинги, энзимные пудры, пилинг-скатки, скрабы. Хотя я их не очень люблю и не советую в уход. Потому что там крупные абразивные частицы, которые могут повреждать кожу. И маски, естественно. Я вот забыла вставить сюда маски. У гильтек есть Себа Баланс. Очень классная маска. Пахнет чабрецом. Она не засыхает на коже и очень круто очищает. И вот эта маска энзимная тоже. Она тоже хорошо очищает кожу. Ее, кстати, косметологи используют даже перед чисткой. Как распаривание. Наносит под пленочку. И потом все хорошо очищается. Вот. И самое главное, о чем я вам уже говорила. Не забываем наносить SPF защиту. Даже если на улице снег, дождь, ураган, землетрясение, наводнение. Неважно, вы наносите SPF. Потому что в любое время года лучи типа А проникают через облака, проникают через стекла. Отражаются от поверхностей. И наносят на нашу кожу, естественно, вред. Пагубные воздействия. И морщины, и пигментацию. И повреждают глаза. Это средство SPF защита у Гельтек. Замечательный SPF крем, который подходит для любого типа кожи. Он без масел. На лето он просто замечательный. Он не липкий. Он хорошо впитывается. Он хорошо распределяется по коже. Ну, я его люблю. И у них еще вот недавно вышел праймер SPF 30. Его на лето тоже я советую всем. Потому что вот такая легкая, гелевая текстура. Просто легчайшая. Я не знаю, есть тут он, чтобы показать. Ну, 50. Нету. Ну, короче, у него очень-очень легкая текстура. Она матирует кожу. Для жирной комбинированной кожи вообще будет супер. Прям блюрит, как эффект фотошопа. Ну, и SPF 15 можно на зимнее время года использовать тоже на такой хороший увлажняющий крем. Вот, в принципе, и все. Спасибо вам за внимание. Очень рада. Спасибо большое, что рассказала. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что у вас остались вопросы. Потому что я хочу, да, ответить на ваши вопросы. Задавайте, да, пожалуйста. Давайте. Вот SPF, который постоянно надо использовать. Его же можно постоянно обновлять, да? Постоянно, на футболе мы увидим, днём нанесли, гуляли, вернулись, вентилярная вода, вода, тоник. Потом побыли, опять надо выходить. Да. Опять нанесли, на тоник, получается, нанесли. Да. Значит, тоник, на тапу нанесли. Один, это будет холодно, жарко. Мы не вносим только SPF, потому что утром, допустим, в холод, мы нанесли ещё барьерные работы. Так что пришли, второй раз опять, ложимся спать через 6 часов, например. Нанесли, на вода, вода, тоник. Ждём вечера, и вечером генофильное масло. Вечером, вечер, а. Да, генофильное масло, что там, ну, гидрид, и так далее. Нет, на ночь мы не наносим SPF. Мы на ночь, мы всё равно, что я так звучал. Ну, да. Нет, смотрите, если вы, например, выходите утром на работу в офис, вы можете нанести, вечером вы выходите, вы можете не наносить. Зачем? А кто не выходит, кто два раза выходит. Есть замечательные спреи с SPF, которые можно обновлять поверх макияжа, поверх вашего крема. Можно не снимать, можно нет, можно не снимать. Нет, такого нет, на самом деле, это всё мифы. Если вы нанесли, тем более под антиоксидантную какую-то сыворотку, свободные радикалы, она поможет вам их убить. Не переживайте. Если летом вы где-то, естественно, да, естественно, летом нужно обновлять. Но я вам скажу один ещё такой секретик, что сейчас появились фильтры нового поколения, которые можно обновлять через каждые 5-6 часов. Есть фильтр старого, который 2 часа нужно обновлять через 2, а есть, который через 6 часов. Я думаю, что это удобнее. И можно обновлять всего лишь 2 раза в день. Если, например, уже которые 2, и вам не помогут этих кремов старого поколения. Ну, обновляйте 2. Ничего страшного, что столько раз кожа будет ощущаться. Ничего страшного. Вы можете просто тоником протереть кожу. Не обязательно. Да, можно... Да. Минимальное ощущение, чтобы минимальное было сражение кожи. Да, да. Если вы тоником протерли и нанесли опять СПФ, всё. Можно так сделать. И когда минут 20, когда сыдорки и соусозащитного крема не хватает, обязательно нужно ещё дополнительный крем, который вы не обязательно... Не обязательно. Посмотрите на свою кожу. Я, например, для своей жирной комбинированной я не ношу какой-то ещё дополнительный крем. У меня очищение, тонизация, сыворотка СПФ. Всё, мне этого достаточно. Если у вас кожа сухая, то, конечно, лучше нанести колд-крем, про который я рассказывала. А потом СПФ сверху. Вот так вот, конечно, будет идеально. Но если у вас нет времени, например, то лучше нанести СПФ. А вот мисты, которые тоже упоминутся, можно ими пользоваться? И они не сушат кожу из помещения? Вообще, как мист, грубило урон, глиб? Или с мист термальной водой? Можно. А если крем не нанесёт? Ничего страшного. У вас уже... Да, у вас уже есть крем, вы просто сбрызнули от... Но я их утром не наладовалась. Когда нет мисты? Ну, можно, конечно. То есть, всё равно желательно, чтобы был крем. Ну, вообще, лучше наносить крем, лучше увлажнять кожу. Но если вы не нанесли, да, ничего страшного, мистом обновили, всё нормально. Но тоже наблюдайте за своей кожей, следите за своей кожей. Если ей так комфортно, делайте так. Если вы видите, что ей так некомфортно, нанесите крем. Просто я тоже читала, что вот эти, ну, много же всяких непонятных информаций. Уверно, что неверно. Вот, допустим, мист я читала, что это нужно, если 60% влажности полностью. Я 60% не могу добавлять, как влажнительный элемент. Ну, это да. То есть, во время могу это и пользоваться? Конечно, можете. Если вам комфортно, пользуйтесь. Еще хотела спросить про кислоты, да? Например, тоники. Да. А вот как их всех комбинировать? Можно всем подряд пользоваться или не подряд? Или периодично как? Сразу можно и тоник кислотный, ну, там, в один день, условный тоник, ровно кислотная умывалка, третье, пептиновое, вот это масло. Вот, да, сейчас объясню хороший вопрос. Хотела, на самом деле, рассказать. Не нужно свою кожу перегружать. Не нужно, если у вас жирная кожа, наносить и умывалку с кислотами, и тоник с кислотами, и сыворотку с кислотами. Ну, ладно, крем не говорим. Так кожа, конечно же, обезводится. Так кожа потеряет влагу. Так будут и шелушения, и раздражения. Возьмите мягкую умывалку на каждый день. Вот, у вас обычная хорошая умывалка каждый день. Тоник с кислотами, с фруктовыми, да, например. Сыворотка с салициловой кислотой. И обязательно закрываем увлажняющим кремом все. Все сыворотки мы закрываем увлажняющим кремом. Это ваша ежедневная рутина. Если вы хотите какое-то дополнительное очищение, вы можете ввести на 1-2 раза в неделю кислотную умывашку, либо, как я говорила, энзимную пудру, пилинг-скатку, скрабы, пилинг. Все. Какое-то создаётся с фруктовой на каждый день вечером, он же тоже считается к кислотным продуктам. Да, конечно, да. Получается уже дополнительный лично-прикладный продукт. Да. Утром можно с кислотой, например, с кислотой. Это уже не надо, если есть азолоинка вечером. Лучше... Ну, у вас азолоинка вечером, но тоник возьмите увлажняющий. Ну, я поняла, а утром? А утром можете, да. Можно и кислоты, да, да. Но тоже следите за кожей. Если она вдруг начинает шелушиться, ну, раздражаться, то убираем какой-то продукт с кислотами. А для рук, ног, коленок это тоже действует? Конечно. Для рук, ног, коленок, вы имеете в виду кислоты? Ну, да. А пилинги? Пилинги можно, конечно, они очень хорошо осветляют. Для коленей и рук очень хорошо, для локтей особенно это эмаленты. Эмаленты, если у вас сухая, огрубевшая кожа, эмаленты и кремы с мочевиной от 10% мочевины, которая не только увлажняет, но еще мягко отшелушивает кожу. Все, я ответила? Все, еще есть? Да. У меня, да, тоже вопрос. Первый сразу в доконку. Вы сказали, что СПФ нужно наносить на крем, ну, то есть сверху в последнем слое. А в процессе, если СПФ нанесен под антиоксидант? Нет, наверное, антиоксидантная сыворотка под СПФ я имела в виду. Окей. Да, да, да. Сначала наоборот, окей. По поводу мочевины, может ли она быть комедогенной? Может, на самом деле, да. Тут нужно быть осторожным, нужно смотреть за реакцией кожи и водить осторожно. Тоже там на 4 раза в неделю начинать и следить за кожей. Только так. То есть вы не сможете понять, комедогенный для меня продукт или нет, пока не попробуете. Ну вот да, я не крашу, что крем с мочевиной и комедогенной. Еще вопрос по поводу умывалок. Вот вы показывали средства с витамином С, там чувствуем золой веры. Немножечко непонятно, в чем смысл активов в средстве, которое контактирует с кожей, там типа 30-60 секунд. Да. Это как просто доп. очищение. Когда иногда хочется прям хорошо очистить кожу до скрипа, но мы не используем при этом скрабы, потому что они повреждают кожу. Тогда мы можем использовать умывашки с кислотами. Да, они никакого сильного воздействия на кожу не произведут, но в принципе воспаление могут немножко подсушить и заматировать кожу. Причинцы алоэ веры, они же не кислоты? Не кислоты. Ну, они тоже помогают для кожи. Они продают сияние. Алоэ вера успокаивает кожу. То есть если у вас, например, сухая чувствительная кожа, вы взяли умывашку с кислотами, она вам раздражит кожу. Потому что там агрессивные кислоты. Даже если вы её нанесёте на одну минуту и сэмульгируете, она вам всё равно будет раздражать кожу. Если вы возьмёте умывашку с алоэ вера, алоэ вера вам успокоит кожу, у вас не будет раздражений. Вот и всё. А, ещё не закончилось? Нет, я много. Давайте. Отлично. Нет, наоборот, хорошо. По поводу СПФ у меня такой вопрос возник. Например, летом, понятно, да, СПФ 50 лучше на АТУ. Зимой не так активно солнечные лучи, да, то есть если смотреть даже по... По Финдексу. По Финдексу, да. То есть, ну, даже бойко бывает, ну, прям... Очень редко. Да. То есть какого максимального фактора достаточно? То есть, например, у меня есть такой кремшек СПФ 15. Он очень лёгкий. Он, например, для зимы его маловато, в смысле вот увлажнения защиты. Вот такой, очень классный. Вот. То есть вот 30, например, будет достаточно? Будет ли 30, как же 50? Ну, как 50, он не будет, конечно, работать. Ой, верно, да. Но одна зима 30 достаточно. То есть даже 15, в принципе, достаточно, но я всё равно советую побольше взять крем, побольше СПФ. 50, ну, тут на ваше усмотрение. Угу. Так, и последний вопрос. Ну, тут НМФ, я понимаю, это натурал мощный фактор. Да, да. А что это такое? Что это за молекулы? Это не молекулы. Это вещества, увлажняющие вещества, которые входят в этот НУФ. Там и гиалуроновая кислота, и аминокислоты, и пептиды, и мочевина как раз-таки, и ещё, по-моему, сквалан. И церамиды. Сквалан, по-моему. Сквалан, да. Подсказывают мне сквалан. Всё, спасибо, да. Да. Допустим, в период использования ретинолов, ретинолов, скажем так, а вот, допустим, в уходе, там, как сочетаются, или исключаются, там, пилинги, маски, такие вещи, или как там? Вы можете... Утренний, он как-то обычный, да? Утренний, обычный. Вечером вы наносите ретинол с увлажняющими компонентами, а утром вы можете сделать маску, пилинг или что-то, да. Да. Но если, да, вы хотите сделать вечером, то вы в этот день убираете ретинол из ухода, делаете пилинг, маску и так далее, и ретинол вечером не наносите просто. Ну ладно, когда ретинол, то я точно не делаю. Ну, то есть утром это можно, то есть, в принципе, из ухода не исключается, там, 2-3, 2-3 недели, там, какие пилинги, нет, 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 нет. Нет, ну, тоже ориентируйтесь по коже, конечно же. Да. Витамин С, я хотела узнать, если витамин С и не в кислой форме, это считается мягкое вещество, то есть, к примеру, обезвоженная кожа, можно сыворотку с не кислым витамином С, или он достаточно жёсткий по коже. А если, допустим, ты регулярно пользуешься витамином С, а потом у тебя маска, да, какая-то в тониках дофига неоциномид попадается часто. Ничего страшного, если и неоциномид, и витамин С, у тебя получится в одном уходе. Ну, он у вас, да, он у вас в одном уходе и в разных средствах. В разных средствах? Да. Просто это не переборщит, что вроде бы они похожи, как бы ничего страшного. Нет, нет, даже есть средства с неоциномидом и витамином С, то есть уже в одном флаконе. Так что нет, не переживайте. Скажи. Ещё. У меня вопрос, только один пилинг, да, у гельтек? У гельтек, да. Его не нужно, смывать просто водой, не нужно... Он водой смывается, да. Ну, и смотрите, время экспозиции как... Нет, 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 там нету. Но он такой мягенький, на самом деле. Или я его пробовала. Для моей жирной кожи он прям... Прям мягко очищает. Я просто уже много сколько пилингов перепробовала. У меня есть с чем сравнить. Я имею в виду профессиональных. Ну, конечно, с профессиональным не сравнится. Это для домашнего ухода. Для домашнего ухода круто, да, хороший пилинг. Даже немножко покраснение вызывает. Если купероз с вашим другом служит азолаиновая кислота, витамин С, они не убирают купероз, но они помогают его немножко приостановить. Поддерживают кожу вашу. Когда у вас купероз, естественно, нужно наносить колд-крем и SPF-крем. Потому что мороз, перепады температуры, сосуды, вазодилатация, получается такая реакция вазодилатации, когда резко зажимаются сосуды и потом резко расширяются. Это нехорошо для кожи с куперозом. Поэтому максимально нужно защитить. И защищаем SPF и колд-крем. убираем сауны, бани, хамамы, тренировки нет, алкоголь, острая, соленая пища. Ну, чтобы не провоцировать. Горячий душ, естественно. если есть вопрос, задавайте. какие препараты? Нуф, крем с фактором. Ночной увлажняющий крем, сыворотка с пробиотиками, сыворотка с какими-то, с Витаматрикс, по-моему, сыворотка, которая восстанавливающая, да. То есть их можно стернать. стернать. Обязательно SPF 50. SPF 50. Да. Любую сыворотку. Да. Ну, естественно, можно колд крем, но лучше колд крем, наверное. И вечером эмаленты. Либо нуф. Крем нуф. Да. Когда мы меняем средний в аналитин, можно много поменять в баночах? Или надо как-то в баночку одну поменять вторую? Потому что я тоже читала, что нужно потихонечку менять средства. А взять их всех поменять, но сильная замена одних на другие не должно быть. Или это не страшно для лукан? Ну, если у вас кожа чувствительная, то лучше постепенно менять. Если у вас кожа жирная комбинированная, можете сразу поменять. То есть в принципе принципиальной разницы какой-то нет особо. Да. Вы сказали про то, что используем венки, и так далее на период восстановления и сказали, что нужно исключать кислородную восстановлению кожи. Как понять, какой этот период, то есть сколько венок восстановлением макия А вы сразу поймете, то есть как кожа у вас прошли шелушения, покраснения, все раздражения вы сразу поймете по коже. Все, кожа восстановилась. Вообще это на самом деле занимает не так много времени, две недели достаточно, но может быть естественно и дольше. И желательно все активно сходят. Ну ретинол, кислоты, да, обязательно. Но витамин С в принципе можно оставить, если так хочется. Я тоже на сцену воспользуюсь, я просто слышала, что 25 советов. На самом деле я вообще не люблю смотреть на возраст, когда ко мне приходят пациенты, я всегда говорю, мы не смотрим на возраст, мы смотрим по показаниям, потому что два человека могут сидеть передо мной одинаково возраста, но один выглядит старше, другой моложе. Поэтому мы смотрим на показания, если есть там уже мелкие морщинки какие-то, тургор, кожа потеряла свой тургор, эластичность, появляются пигментные пятна, все, мы начинаем использовать. То есть нету какого-то возраста. Я начала с 23 использовать ретинол, с 23. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну, а как, допустим, после курса ретинола, то обновление, да, обновляется кожа? Да. Может быть, пигментации меньше? Да, да, мягко отшелушивается постепенно. А есть какие-то болезни, при которых вы взяли зону? Дерматит, конечно, лучше исключить, если у вас дерматит. А, беременность, лактация? Ну, исключаю, ну, понятно. с гепатитом. С гепатитом, вот это я, честно, не могу сказать. Ну, вот, при гепатите. Кстати, по поводу беременности и лактации, какие кантрии личные нельзя? Ретинол. Салициловая кислота до 3% сейчас разрешена по новым показаниям, но я все-таки рекомендую исключать ее, потому что гормональный фон нестабильный во время беременности, во время лактации и непонятно, что салициловая кислота сделает с нашей кожей. И гликоль тоже рекомендую исключать, потому что она такая вредная, у нее маленькая молекула, она глубже проникает в кожу. Не прямо что глубоко, как кажется, но чуть поглубже. И больше наносит раздражающего действия. Вот. Только из-за этого. То есть, никакого вреда на плод она не принесет. Нет, нет, только ретинол. И то сейчас... Ретинол, он же на коже не подходит. Есть исследования, да, что он всасывается в кровь. Так что, да. А фруктовые кислоты можно, да? Молочные, Да, а золоиновые. Ну вот, в период беременности и лактации как раз золоиновая кислота очень хорошо помогает и с воспалениями, и с постакнем. Назначает даже скинорен в этот период. И бензоилпероксид тоже сейчас разрешен при беременности и лактации по последним данным. Да. Что? Еще какие-то вопросы? Нравится мне отвечать на ваши вопросы. А еще тоже такой момент. Я просто читала когда-то 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 перед ретинол, ну, махмах, да, то салициловой кислотой уже как бы не рекомендуется. Или можно в одной рутине? Нет, в одной рутине мы все кислоты исключаем и оставляем только ретинол. В одной... Ну, а вы можете утром, вы вечером... Да, 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 можно. Все? Спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, вам понравилось все. Пока-пока.